Что год у свете от 50 тысяч до 4 миллионов человек продаются и купляются. Как не пополнить жудостный список, это напереднесу свет на гадня памяти о ферган для людьми. Репортаж Катерина Страхи. Пик розквит у гандлю живым товарам на Брыщине приходился на 2005 год. Тогда у основным регистровались в упадке сексуальной эксплуатации женщин. Сегодня проблема рабства не пережита к минулого. В области за 8 месяцев бягучих агодов сбуджено 53 криминальные справы по линии супрадзея не гандлю людьми. З их 10 относятся до категории тяжких и особливо тяжких злашинствов, які продуглеживаются до 12 годов позбавления воли. Потенциальных ахвяр зараз акту на вербуць прас-интернет, пропоновуючи высокооплатную працу за мяжой. Тому специалисты раець. Перш, чем ехать у чужую краину, треба проверить наймальника на наявность лицензии, меть про себе прационный контракт и визу. Чтобы не стать жертвой торговыми людьми, необходимо изучить страну, в которой они бывают, их законы, узнать, где находится посольство на территории этой страны. Необходимо сообщить родственникам, когда они будут выходить на связь, в какое время. Гандль с живым товаром по прибытковости у криминальной сферы находится на третьей позиции, после гандлю сброи и наркотиками. Сегодня это один из самых циничных и жестких видов злочинствов. На Брэшшине кожная пятая хвяра – дитя. Некоторые из их проходят реабилитацию информационно-консультативным центром руки допомоги, которые работают на базе Брэшской городской организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» с 2005 года. Тут потерпевшим оказывают материальную, психологичную и медицинскую допомогу. Совсем недавно, в 2012-2013 году, мы оказывали помощь пяти несовершеннолетним, которые были вовлечены в порноиндустрию. На момент совершения преступления они были несовершеннолетними. В настоящее время у нас в центре получают материальную помощь, психологическую помощь два мальчика, потерпевших от педофилии. Частей за все большинство ахвярган для людьми отмавляются расповедать свои истории и звертаться под опомогу до специалистов. Але важно ведать – те страшные картинки, которые мы каждый день бачим по телевизору и в интернете – не выдумки режиссеров, а реальные истории. И, как бы не полторыць лезг этих людей, лепшу лишний раз перестраховаться и звернуться за консультацией. Мы помощь оказываем конфиденциально, анонимно. И работаем мы присвоен код, номер. Если вы или ваши близкие, я уже обращаюсь, значит, если вы или ваши близкие пострадали от торговли людьми или собираетесь за границу, значит, обращайтесь в информационно-консультативный центр руки помощи и вам обязательно помогут. Катерина Страха, Александр Севицкий. Областные новины. Брест.